Здравствуйте, мои дорогие зрители! Это канал «Таня из Англии». Но, может быть, кто-то из вас догадался, мы сейчас находимся в аэропорту, и мы летим в Египет. Вот решили с мужем, потому что у нас будет годовщина скоро, свадьбы наши, и в этом году мы решили отметить её именно в Египте. Когда мы поженились, наше свадебное путешествие тоже было в Египте, и вот вновь мы возвращаемся. Мы летим на 14 дней в Шарльмайшейх, и у нас аэропорт Лутон. Несколько аэропортов, конечно, есть около Лондона, но ближайший к нашему городу – это Лутон. Немножко покажу вам сам аэропорт, ну и детифри, прогуляемся. Ну а в следующем видео, конечно, мы уже увидимся с вами в самом Египте. Вот такое огромное количество людей, все куда-то едут, собираются, и мы тоже не исключение. Конечно, в аэропорту можно что-то купить, перекусить, вот, например, пончики. И какая цена? Где-то около двух фунтов, даже больше двух фунтов. Такие разные кафешки. Люди просто сидят и ждут свой рейс на самолет. Всегда люблю прогуляться по аэропорту, по дьютифри, потому что очень-очень все красивое такое, нарядное. Людей много. Вот солей-то скидки, конечно. Хотя в аэропорту тоже цены не из дешевых. Можно приобрести разные очки. И солнечные, и просто самые обыкновенные. Тоже такая фирма очень известная. Босы. Ну, здесь в основном мужская одежда. Ну вот мы как-то в аэропорту вообще вещи никогда не покупаем. Ну, все равно, наверное, люди покупают. Ну, возможно, бывают скидки какие-то, и люди приобретают. Но мы только в дьютифри, вот что-то бывает, берем. А так в основном уже все у нас с собой готовое. Такая здесь красивая, яркая обувь. Такая летняя, позитивная. Ну, кому-то нравится, кому-то, может быть, не очень нравится. Какая сумочка прям нарядная-нарядная. Красивая. Ну, здесь вообще вся обувь и все сумочки, они все такие яркие. Все нарядные-принарядные. Сразу настроение поднимается. Ого, какие каблуки. Ничего себе. Ну, кто-то, наверное, может ходить на таких очень-очень высоких каблуках. Ну, это прямо вот для очень-очень крутых модниц. Здесь как в комплекте и сумочка, и сапожки, полусапожки, и вот такие сапоги. Ну, здесь просто интересно прогуляться. Хотя, конечно, ничего покупать не будет. Ну, посмотреть мне интересно, нравится. Ну, это, наверное, самое-самое яркое, что я в своей жизни видела. Да. Ну, может быть, это на какое-то мероприятие. Ну, не на каждый день, конечно. Здесь тоже такие патчи-сумочки. Симпатичненькие, я бы так сказала. Здесь часы. Мы видим цена от 19.95 до 40.95. Ну, не очень дорого. Ну, мы вообще часы не носим, ни я, ни мой муж. Ну, а кто-то очень любит и жить без часов не может. Конечно, все люди разные. Ну, для любителей часов, конечно, здесь хороший выбор. Кстати, здесь хамон. Это испанское блюдо. В прошлый раз было закрыто, а сейчас, я смотрю, открыли. Вот такой бутерброд стоит 7.50. Дорого, честно скажу. Здесь можно разную бижутерию приобрести. И какие же цены. Получается, если одна, 10. Если три, покупаешь, то за 20. Здесь приблизительно вот такие, как акции. Ну, 20 фунтов. Как сказать, недорого, недешево. Ну, нормальные цены. Для Англии, в принципе, очень даже приемлемые. Ну, а это знаменитый Шанель. Разная-разная косметика. Люди, каждый куда-то едет по своим делам. Кто-то, может быть, отдыхать, кто-то домой. Но аэропорт, прямо полный-полный. Людей очень много. Ну, конечно, всегда разные сувениры, которые можно приобрести. Здесь Лондон, Биг Бен. Знаменитые красные автобусы. Ну, если нужны сувениры, то почему нет. И цена 9,49. А такая же цена. Или можно просто приобрести шоколад, и он будет стоить 3,49. Немножко подешевле. Тоже на память или для подарка. Знаменитый Беллис. И вот такая цена. 15,90. 11,90. А это отдел парфюмерии. Настоящий рай здесь. Разные-разные фирмы. Разная-разная косметика. Кстати, косметика Диор. Видишь, просто вот так прогуляться, посмотреть. Мне очень нравится. Я всегда гуляю. Иногда немножко попщикаюсь. Но иногда, кстати, мы покупали парфюм. Вещи нет, а вот парфюм покупаем иногда. О, извините. Объявление как раз идет. Значит, сколько это будет стоить? Если покупаете 4, за 12. Знаете, объявление идет на английском и на втором каком-то языке. На французском, на польском, ну и так далее. На разных языках. Кстати, ирландские виски. Вот, айриш виски. Очень популярный в Англии. Ну и во всем мире. Вот такая цена. Ну, кто-то во всем этом разбирается. Для меня спиртное-спиртное, мне кажется, порой. Чуть ли не на один вкус все. Ну, это чисто мое, конечно, мнение. Ну, я имею в виду вот такие, как виски, там, водка. Примерно все одинаково. Ну, с каким-то вкусом, может быть, конечно, только. Ну, разный здесь алкоголь, вино, шампанское. На любой вкус и цвет. Так, ну что, посмотрим, сколько стоит хотя бы приблизительно. Какие цены. 62,47. Здесь, наверное, может быть по какой-то карте. Есть скидка. 73 фунта. Дорого, я скажу. Ну, для кого-то дорого, для кого-то дешево. Ну, вот это, ну, такая приемлемая цена. 21, 15,49. Покрепче алкоголь. Я практически алкоголь не пью, только если домашнее натуральное вино. Так как муж сам всегда делал. Ну, сейчас мама его делает домашнее молдавское вино. Ну, немножко можно. А так очень-очень редко. Магниты, кстати, тоже 4, если покупаете, то за 12 фунтов. Ну, один дороже. Наверное, 5 или 6 фунтов. Где-то, наверное, и подешевле. Мы были в Лондоне, там, по-моему, 2-3 фунта стоит один магнитик. Здесь дороже. Ну, и в аэропорту всегда дороже. Ну, все равно люди покупают. Может быть же не все здесь вот прям вот англичане или кто живет в Англии. Кто-то просто приезжает в гости и обязательно покупает какой-то магнитик на память. Ну, или какой-то сувенир. Так, кружки сколько стоят? Две за 12,99. Ну, по 6,50 получается. Одна кружка с английской эмблемой. Ну, и знаменитый ММДэмс, который приглашает всех выпить чашечку, ну, наверное, английского чая. Дорогие мои, я буду с вами сейчас уже прощаться, потому что скоро мы будем садиться в самолет. Нам хорошего полета. Я думаю, что вы все этого мне пожелаете, потому что у меня замечательные зрители. И мы с вами уже, конечно, увидимся в солнечном Египте, в Шармашех, в Солнечный Шармашех. Вот здесь шоколад. Все. Всем пока-пока. До новых встреч. Вы на канале Таня из Англии. Еще раз повторяю, это аэропорт Лутон. Все. Всем пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова